Врачи тоже могут ошибаться из-за этого подобного здравого пациента. Ежегодно случается около 70 тысяч осложнений, в том числе с летальными исходами. Насколько реальна эта статистика и что они думают сами, российские медики? Ошибки и непрофессионализм врачей в России ежегодно приводят к осложнениям у 70 тысяч пациентов. Глава Минздрава Михаил Мурашко привел эти цифры на заседание Совета ректора медицинских вузов. По словам, только от неправильного использования ледокаина погибают 25 человек в год, а от неправильного использования каталог для скорой гибнет или калечится 1-2 человека. Экстренная помощь, по словам министра, зачастую оказывается безграмотна. Мурашко заявил также о кадровых проблемах в регионах от главврачей до руководителей местных Минздравов. Ни один не становится лучше предыдущего. Сказал, министром просил учесть эти аспекты при формировании программ обучения будущего медперсонала. Насколько реальна статистика главы Минздрава? Мы собрали комментарии представителей отрасли. Александр Саверский, президент Лиги защиты пациентов. У нас нет мониторинга врачебных ошибок. Те попытки, которые делает у Росграфнадзора, вообще не было такой задачи. Отдельные проверки проводили, и у них количество жалоб в 4 раза меньше, чем в прокуратуре и следственном комитете. А следственный комитет, у него задача определенная. Это уголовное преследование и совершенно неадекватная мера реагирования, потому что мы не можем уже всех врачей пересажать. Наша задача их, наоборот, научиться. Артур Бернацкий, врач-гастроэнтеролог, диетолог, терапевт. Артур Бернацкий, в России, к сожалению, имеет очень разную степень квалифицированности, разную степень тех же возможностей. Тут все равно нужно задать вопрос, для чего эта цифра нужна. Пугать людей, которые не знают о них ничего, и чтобы они дальше не обращались к врачам, зная, что эта ошибка будет обязательно, какой-то процент этой ошибки будет. Люди будут сами изучать интернет, сами лечить себя. Герман Пятов, врач-хирург, кандидат медицинских наук. Неожиданное заявление, довольно смелое. Я не думаю, что это сильно далеко от истины. Откуда цифра эта взялась, не знаю, потому что первый раз слышу такие данные по смертности от врачебных ошибок. Ну, выглядит достаточно правдоподобно. Я думаю, что это можно примерно так оценивать. Это результат, конечно же, деградации образования, в том числе и медицинского образования, деградации организации здравоохранения. То есть здесь нельзя говорить, что виноваты только врачи, потому что это и результат, в том числе, деятельности моего грамотного чиновничества от медицины. Михаил Ласков, врач-онколог-гематолог Европейского медицинского центра. С одной стороны, это хорошо, что из уст министра прозвучает тот факт, что врачи могут ошибаться. У нас до сих пор есть такая иллюзия, что врач ошибиться либо не может, либо не имеет права. Цифра 70 тысяч человек, которые получают осложнения в результате действия врачей, мне не кажется заниженной. С другой стороны, как эта информация будет использована дальше? Если мы будем говорить, что вот у нас врачи совершают ошибки, и их за это надо с учителя сажать, что, скорее всего, то это будет, конечно, катастрофой. Дальнейшее усиление давления на врачей, дальнейшее увеличение количества ошибок, дальнейшее ухудшение помощи для пациентов. Но если вдруг, каким-то чудом, это высказывание будет использовано как отправная точка для построения культуры, где ошибки будут разбираться и изучаться, и поводить не к поиску, как для отпущения, а к улучшению работы всей системы, потому что всегда, как в самолете, ошибка врача, это всегда ошибка ни одного врача, а всей системы, в рамках которой он работает. Тогда это было бы здорово, верится в это трудом. Вдобавок, глава Минздрава отметил, что отечественным медикам не хватает коммуникабельности, по словам Михаила Мурашко, специалисты, приходящие сегодня в практическое здравоохранение, не могут наладить контакт с пациентами.